МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север. В студии Ксения Носова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Один человек скончался, 13 заболели, более 200 контактных. Эпид-обстановка в округе ухудшается. Начинается горячая вступительная пора в высшие учебные заведения страны. В ряде из них абитуриентам предоставляются целевые места от округа. На городские маршруты выходят два новых автобуса большего класса, приобретенные в этом году на Ренмарским автотранспортным предприятиям. Один человек скончался, 13 заболели. На учете более 200 контактных. Такова неутешительная ковидная статистика минувших выходных. Эпидемиологическая ситуация в округе ухудшается. Вакцинация продолжается. В Ненецком округе продолжается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Привились уже более 10 тысяч человек. Бесплатные прививки делают всем желающим в поликлиниках города Нарьенмара и поселка Искателей, а также в сельских медицинских учреждениях. Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг. В таком случае вакцинированный получает сертификат на двух языках – русском и английском, что позволяет ему беспрепятственно путешествовать. За полную вакцинацию предоставляются два отгула. Это нерабочие дни с сохранением денежного содержания в день прохождения этапа вакцинации или на следующий день – по выбору. Для этого нужно будет просто написать заявление на работе. Жителям округа доступны три вакцины – спутник, ковивак и эпивак-корона. Привиться можно любой. Принял решение вакцинироваться, потому что наблюдаю тенденцию среди знакомых. Огромное количество людей, к сожалению, очень тяжело переносит. К несчастью, есть и те, кто погиб в результате того, что осложнение вызвал коронавирус, особенно возрастные люди. Просто наблюдаю эту тенденцию, я считаю, самое правильное с нашей стороны, вообще как жителей России, это просто всем сплотиться, объединиться и пройти вакцинацию. Потому что есть страны, где гражданская самосознательность привела к тому, что вакцинировалось 100% жителей, они, в принципе, победили этот ковид. По субботам в городской поликлинике вакцинируют население без предварительной записи. Перед прививкой – медицинский осмотр врача, который также посоветует, какой именно вакциной лучше привиться именно этому пациенту. Причем людям, имеющим хронические заболевания, врачи также рекомендуют вакцинироваться. Если внимательно посмотреть аннотацию, там ведь не написано, что при всех хронических заболеваниях нельзя вакцинироваться. Ни в коем случае, да. Там речь идет о, скажем так, последних стадиях заболеваний печени и почек. Все, при всех остальных-то можно. В некоторых регионах страны с ухудшением эпидемиологической ситуации вводятся жесткие ограничения. Например, в Краснодарском крае. С 1 августа здесь поселиться в отель или отдохнуть в санатории можно только предъявив сертификат о вакцинации. Часть регионов объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий населения. Но что происходит сейчас в Российской Федерации? В Москве взрывной рост. Причем штамм индийский. Заболевают молодые ребята, девчонки, ребята. И умирают в считанные часы. Никто не может понять, как, откуда эта болезнь. У одного так развивается, у другого по другому. В сутки умирает в Российской Федерации, по сути дела, средняя деревня вымирает по 400 человек. Деревня вымирает за одни сутки. В то же время Европа, где нет вакцины и пытается всякими путями получить нашу вакцину, на 40% уже привелась. Российская Федерация, сколько вы думаете, 9-10%. Вакцинация населения от коронавируса, по большому счету, это обеспечение национальной безопасности государства, сохранение жизни и здоровья населения страны. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. В автопарке Наринмарского автотранспортного предприятия очередное пополнение. Два современных автобусов большего класса готовы к выходу на городские маршруты. Городское АТП приобрело автобусы в Лизинке. Их цена составляет более 25 миллионов рублей. Торги, по словам директора предприятия Виктора Калюжного, провели своевременно, что позволило сэкономить средства. Теперь бы пришлось заплатить дороже, так как стоимость этих автобусов возросла на 2,5 миллионов рублей. Оценили новую технику губернатор округа Юрий Бездудный и мэр города Наринмара Олег Белак, проехавшись с комфортом по маршруту. За рулем нового автобуса водитель Александр Лукьянчиков. В прошлом году Александр получил звание почетный работник транспорта. На предприятие он трудится более 10 лет. Профессию пришел по примеру отца, который работал водителем ВТП. Плюс из современной техники профессионал отметил сразу. По достоинству оценят комфорт и жители Заполярья. Автобусы оснащены дополнительной системой отопления и откидным механическим пандусом для маломобильных пассажиров. А низкую посадку отметят мамы с колясками и пожилые люди, которым не придется испытывать затруднений при посадке и выходе из транспорта. В целом, автопарк Наринмарского автотранспортного предприятия будет и дальше обновляться, чтобы повышать качество жизни северян. Приобретение новой техники заложено в бюджет. Абитуриенты Ниньского округа могут поступить в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга и Архангельска по целевому направлению. Подробнее о возможностях, предоставленных в этом году выпускникам, в сюжете моей коллеги Катрины Тайбарей. Перед выпускниками школ округа стоит непростой выбор, поскольку начинается горячая вступительная пора в высшие учебные заведения страны. В ряде из них абитуриентам предоставляются целевые места от округа. Марина Бережных, студентка Архангельского вуза, как раз учится по целевому направлению. Я учусь в Северном Арктическом федеральном университете по направлению психолога и педагогическое образование. Сегодня я заканчиваю четвертый курс и защищаю диплом. Решила поступать по целевому направлению, потому что это выгодно и удобно как для меня, студента, так и для нашего Ниньского автономного округа. Для абитуриента меньше беспокойства по поводу поступления в ВУЗ. Ты точно уверен в своем поступлении и баллах ВГ. Ты уверен в будущем трудоустройстве. Приезжая в округ, ты знаешь, что тебя ждет работа. Департамент образования, культуры и спорта Ниньского округа помогает абитуриентам с поступлением, а именно предлагает заключить договор о целевом обучении на педагогические специальности с двумя ВУЗами-партнерами Северным Арктическим федеральным университетом имени Ломоносова, город Архангельск, и Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена, Санкт-Петербург. У ребят появляется такая возможность, как пройти по отдельному конкурсу. Не в общем, как идут у нас студенты, а именно по целевому. Там немного ниже баллы при поступлении. Но самое главное, мы еще даем и стипендию. Если студент учится на отлично, то мы даем стипендию 5000 рублей. Если студент учится на хорошо, то стипендия 3000 рублей. Помимо стипендии, округ оплачивает проезд студента к месту учебы и обратно домой раз в два года. При прохождении практики на территории округа транспортные расходы компенсируются ежегодно. Целевое место – это не только уверенность в поступлении в ВУЗ, но и гарантированное трудоустройство в учреждениях округа. Согласно условию договора о целевом обучении, студент обязуется в течение трех лет отработать на территории региона. Государство, в свою очередь, предоставляет меры социальной поддержки. За подробностями программы целевого обучения можно обратиться в Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого округа. Александра Литкова, Катрина Тайбарей, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». 27 июня в Ненецком округе отметили День молодежи. Как прошел праздник на Ринмаре и чем увлекается сегодня современная молодежь, попыталась узнать наша съемочная группа. Подробности в сюжете Василия Хатанзейского. В юбилейном парке День молодежи отметили с размахом. Самая активная и креативная часть молодого поколения продемонстрировала свои достаточно профессиональные навыки в спорте и искусстве. В этом году праздник прошел в формате фестиваля. Главным его организатором выступил региональный центр молодежной политики. В целом у нас молодежь, она любит такие форматы, то есть им не интересны концерты, стандартно сидеть, хлопать, смотреть. Им интересна движуха, вот это вот все, то есть ходить с одной точки на другую, там чему-то научиться, там чему-то научиться, пообщаться. То есть это все в легком формате происходит, как на фестивалях в целом в России. На фестивале были представлены большое количество мастерских для самовыражения. Скейт-площадка стала одной из самых популярных. Большое количество участников и зрителей с восхищением смотрели, как местные скейтеры. И BMX-любители демонстрировали свои достаточно профессиональные навыки в дополнении трюков. В рамках фестиваля на скейт-площадке прошли соревнования среди райдеров. Участниками состязаний выступили как профессиональные спортсмены, так и новички. Павел, несмотря на свой маленький опыт, уже участвует в соревнованиях. Я катался еще в 2018 год, просто по рампам, там ничего не делал, и мне это наскучило, и я не катался целый год. Потом мне друг предложил покататься, я такой, ну давай покатаюсь. И у меня резко начало все получаться. И вот так вот я решил выбрать BMX. Помимо скейт-площадки большой интерес у участников фестиваля вызвала арт-зона граффити. На небольшой конструкции, сооруженной специально для художников, можно было творить в любом стиле. Достаточно опытный в искусстве граффити художник Юрий, известный как Рейс, выбрал направление «вайлд стайл», что в переводе означает «дикий стиль», где основным объектом являются буквы, тесно переплетенные друг с другом. Шрифты, они потому что мне больше всего нравятся, и для меня это такой небольшой вызов, когда ты рисуешь что-то, чего не существует в природе. То есть нарисовать какой-то пейзаж, нарисовать портрет, ты в любом случае как бы это срисовываешь, ну там, с чего-то живого. А здесь у тебя все образы, они находятся в голове, и вот применить их буквам, мне кажется, это более прикольно. Ну и плюс твое имя, то есть ты всем говоришь о том, кто ты, что ты есть. Также на фестивале место для себя нашли и уличные спортсмены. Для ребят были организованы показательные выступления по воркауту. Воркаут – это такое движение, такое течение, когда используются в основном свободные веса, свой собственный вес, упражнения на статику, на выносливость, на акробатику, на вот такие виды. Воркаут в последнее время начинает набирать обороты по популярности. Для занятия данным видом спорта не нужны ни абонементы в зал, ни профессиональное оборудование. Главное – иметь желание. Занятие уличным видом спорта хорошо развивает силовые качества человека, благодаря большому спектру упражнений. Есть динамические элементы, есть силовые, статические. И силовая выносливость для самого себя – это очень важно. Для того, сам крепче становишься. Нужно как можно быстрее и сильнее продвигать этот вид спорта. Наряду с воркаут-площадкой для любителей силовых упражнений была организована площадка, где ребята могли примерить обмунирование и познакомиться с видами оружия, которые используются в полицейской службе. Сегодня, в преддверии Дня молодежи, мы собрались и сотрудники полиции решили показать ребятам, продемонстрировать спецсредства, которые используются для решения повседневных сложных задач оперативно-служебной деятельности. У юных северян площадка вызвала большой интерес. Ребята активно задавали вопросы и рассматривали оружие. Вот это вот пушка. А расскажи вообще, что ты знаешь об оружии? Ну, они что могут? Они могут воевать там, где угодно. Могут прижарядиться через пять минут. Кроме современных молодежных занятий, участники фестиваля могли окунуться и в историческое прошлое. Мы сегодня представляем, учим даже, обучаем детей, как правильно играть в народные игры. И вот то, что мы сейчас сидим, плетем веночки, это чисто импровизация. Я вижу, что девочки с радостью принимают участие в такой моей идее. И девчонкам нравится сам процесс, потому что это все уже уходит корнями далеко вглубь. А мне кажется, что это надо возрождать, потому что это очень приятное занятие, и оно успокаивает. Народные игры и творческие мастер-классы нашли отлик в сердцах маленьких северян. Замечу, в молодежном фестивале приняло участие большое количество детей более младшего возраста. Я летом ездила в лагерь, и нас там тоже учили плести венки. Но у меня не очень получалось. Здесь нам рассказали подробно, как правильно плести красиво венки. Миночек – это цветы, и так тихонечко можно сплести косичка. Но косички я очень люблю плести, потому что у меня много кукол. И с детства так плету их из ленточек. Завершился фестиваль концертом творческих коллективов округа и зажигательной дискотекой. В преддверии Дня молодежи в детско-юношеском центре «Лидер» в рамках всероссийской акции «Каникулы с общественным советом» состоялся футбольный товарищеский матч среди ребят лагеря дневного пребывания. Тему продолжит Наталья Дуркина. Мяч в игре. Ведущую позицию на протяжении первых минут занимала команда «Синих птеродактилей». Отражали атаки противников, смело шли в нападении. И все это под чутким руководством капитана. Меня и выбрали капитаном, потому что говорят, что мальчики не такие внимательные. Я сказал, что Алена, ты будешь повнимательнее, поэтому ты будешь у нас капитаном. Однако в следующие минуты лидерство было за оранжевыми драконами. И спустя несколько неудавшихся попыток забить мяч, они все-таки забивают долгожданный гол. В каждой команде по 10 человек. Самое сложное для капитана – отдавать четкие команды и пытаться за всеми уследить. Все очень сложно играли. У нас есть команда, но только надо было там подслеживать за мелкими, потому что не знают, как играть. И вот, вот так была слаженная команда у нас. Прямо командой-командой. Товарищеский матч по футболу проходил в преддверии Дня молодежи. Организатором выступил общественный соровед при МВД России в рамках акции «Каникулы с общественным советом». В рамках данного мероприятия, да, каникулы, проводятся различные акции, соревнования, турниры, флешмобы, то есть лекции. Все, что связано с данной тематикой. Вот сегодня проходит вот такой турнир у нас, соревновательный по футболу, приуроченный к Международному дню футбола. Товарищеский матч между ребятами из летнего лагеря детско-юношеского центра «Лидер» закончился со счетом 2-0 в пользу команды «Оранжевые драконы». Я вас поздравляю с Днём детского футбола, с наступающим Днём молодежи. Желаю вам хороших каникул, больше солнечных дней, хорошего настроения. Ведите себя правильно, не хулиганьте, слушайте родителей и старших. Я отдельно хочу поблагодарить Олега Вячеславовича, руководителя нашего дневного лагеря и вообще всего, что связано с «Лидером». Спасибо вам большое за то, что вы проводите такие мероприятия, помогайте. Летний оздоровительный лагерь для спортивных детей ежегодно собирает более 70 человек. Ребята повышают физическую подготовку, волевые качества, им прививается любовь к спорту. У нас в этом году три отряда, 75 детей оздоравливаются, занимаются по направлениям. У нас три направления. Первый отряд у нас туристы, юные туристы. Второй отряд – это юные армейцы. И третий отряд – юные инспектора дорожного движения. В завершении мероприятия всем участникам товарищеского матча вручили дипломы и сладкие призы. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова